Семьи канадцев, погибших в крушении самолёта эфиопских авиалиний, подали иск против Боинг. Заявление составили в Чикаго от имени семьи Брэмптон из Онтарио, потерявшей шестерых членов, а также мужчины, потерявшего жену и трёх маленьких детей. «Главное обвинение заключается в том, что Боинг проявил небрежность при разработке сертификации 737 Макс. У компании есть два варианта, как ответить на иски в федеральном суде – либо признать, либо опровергнуть. Боинг должен прийти в суд и, согласно свидетельствам, которые все знают, признать факт небрежности и выплатить этим людям 100% компенсации за потерю своих близких». Самолёт Боинг 737 Макс 8 потерпел крушение 10 марта по пути из Одисабебы в Найроби. Все 157 человек на борту Рейса номер 302 эфиопских авиалиний погибли. Семьи погибших утверждают, что Боинг был ослеплён жадностью, когда выпустил на рынок свои самолёты 737 Макс 8. По их мнению, компания ставит прибыль выше безопасности. «Компания говорит, что планирует вернуть эти самолёты обратно в небо. Как они удостоверятся, что такого больше не произойдёт? Я потерял три поколения моей семьи – моих родителей, сестру, племянниц. Когда человек теряет одного близкого, это уже потрясение. Что же касается меня, то я полностью потерян». «Я каждую ночь плачу, думая о том ужасе, который они пережили за те шесть минут, пока пилоты пытались удержать самолёт в воздухе. Моя жена с маленьким ребёнком на руках и двумя детьми рядом была, наверное, ужасно напугана». Семьи также подали иск против Федерального авиационного управления США. Они обвинили регулятор в том, что он в спешке выпустил новые самолёты на рынок. «Боинг и другие ответственные должны были их спасти. Мы заплатили за безопасный перелёт. Но вместо этого моя семья и другие на том самолёте погибли. Их утрату ничем не восполнишь. Мы здесь ради того, чтобы самолёты нормально летали, а у людей была безопасность». Все обвинения в суде пока доказаны не были. Между тем, компания «Боинг Ко» заявила, что делает всё возможное, чтобы сертифицировать свои самолёты 737 MAX с обновлённым программным обеспечением. Она уже завершила последние лётные испытания перед сертификационным полётом. Субтитры создавал DimaTorzok